Общежитие, которое разваливается на глазах, жильцы дома на космонавтов всерьез опасаются за то, что в скором времени их и без того ветхий дом просто-напросто рухнет. Кроме того, у людей накопилось немало претензий к руководству их ТСЖ. Кстати, с говорящим названием «Диалог». Все подробности в рубрике «Жалуйтесь, критикуйте, хвалите». Можно отсюда прямо на улицу выйти, не открывая дверь. Дру в полу прикрыли утеплителем. Так, говорят, люди хотя бы теплее, да и в холодах хоть батареи не промерзают. Многие из жильцов этой старенькой деревяшки на космонавтов здесь и по 30 лет живут и уверяют, за эти три десятка лет ни разу не было ремонта. Оттого двухэтажка в таком плачевном состоянии. Здесь постоянно что-то ломается, рушится, течет и даже проваливается. Был случай. Там была душевая. Провалилась сюда. Еще одна душевая на первом этаже давно не используется жильцами по назначению. С первого взгляда ясно, почему. Зато червям здесь весьма комфортно, тепло и сыро. Ну, из трещинок дождевые черви бывают. Следующий душевой тоже самое. Ну, там еще с потолка капает. Потому что там на втором этаже еще одна душевая. Контрастный душ получается, потому что с потолка капает холодная вода такая вот, бодрящая. Прошло уже почти полгода с тех пор, как деревяшку признали аварийной. Люди, конечно, терпеливо ждут переселения. Но в каких условиях? У обслуживающей дома организация этот СЖ-диалог. По словам жильцов, нет денег даже заменить в доме сантехнику. И как результат, здесь всегда течет вода. По правде говоря, люди недоумевают, куда уходят деньги. Ведь они продолжают платить за содержание жилья. Мы вызываем краны, например, поменять. Говорят, или денег нет, или запчасти нет. И приходится закупать кое-какие запчасти самим, менять краны. Не говоря уже о том, что суммы в платежках приходится каждый раз перепроверять. Как пошли вот эти вот добавки с завода, и вот перерасчет то, что аварийное общежитие, у нас постоянно сумма разная. Приходится в ЖУ на Советское ездить, чтобы девочки посчитали. И разница у нас выходит каждый месяц 300-400 рублей. Я не понимаю. Я вот у них спрашиваю, она говорит, да, вот я вам посчитала одна сумма, почему у вас такая приходит. Вот кто вот эти вот квитанции раздает, интересно. Я даже видела в новостях, что вот женщина ругалась, что хоть бы раз нашу сторону в пользу пошло постоянно, сумма не сходится, постоянно больше приходит. Кто бы мог подумать, что в таком маленьком доме столько коммунальных проблем. Вот кто их будет решать? Связаться с руководством ТСЖ мы пытались несколько дней, но все безуспешно. На наши звонки по указанным номерам ответа так и не последовало. Хочется верить, что после выхода материала в эфир у обслуживающей организации все-таки появится желание пообщаться с нашей съемочной группой и пояснить, как в общежитии накопилось столько проблем и почему никто не торопится их решать. Рубрика «Жалуйтесь, критикуйте, хвалите» как раз и ориентирована на диалог. Будем ждать, что руководство ТСЖ со звучным названием все-таки откликнется. Ксения Епишева, Виталий Харченко. Новости нашего города.